Уважаемые коллеги, мне выпала такая честь открыть эту сессию, которая посвящена сложным аспектам, сложным пациентам, которые плохо лечатся. Довольно пессимистичная тема, но постараемся как-то осветить в этом плане наш опыт. Я хотел бы поблагодарить за возможность участвовать в такой интересной конференции. И вкратце, ну как уже сегодня не раз вспоминалось, здесь просто приди наши данные, которые наши кривые, и они очень похожи на те кривые, которые сегодня уже показывались. Я думаю, что у большинства крупных групп, которые работают с пациентами высокого риска, получаются похожие результаты. У нас будет, что бы мы ни делали, все равно примерно 20% с первичным резидентным течением. И эти пациенты, скорее всего, рецидивируют, и больше половины пациентов высокого риска в дальнейшем проставят рецидив. И если посмотреть на факторы риска, рецидива, который мы получили в нашей группе пациентов высокого риска, они, опять-таки, связаны с ответом на терапию, так или иначе. То есть, вот резидентность и рецидив, они идут вместе, и совершенно непонятно, что с этими пациентами делать. Кроме того, уже упоминающие сегодня исследования группы Элденстайна, лекарства Моргенштерна, можно выделить чисто клинические факторы, которые позволят выделить группу ультравысокого риска. Можно выделить молекулярные факторы, которые позволят выделить группу высокого риска. Какие бы факторы мы ни использовали, в этих группах будет жить 5-10% пациентов. И это очень плохо. Результаты терапии таких пациентов. Ну, здесь приведены ссылки на некоторые крупные исследования, которые пытались провести некий метаанализ разных исследований первой и второй фазы. В целом, если мы пытаемся лечить эти пациенты, результаты очень плохие, чуть лучше при резидентности, плохие при рецидивах. И не очень понятно, какой подход лучше. Даже интенсивный подход или метрономная терапия. То есть встает подход в принципе, можно ли вылечить рецидив или можно замедлить его течение на год, на два, на три года. И наш опыт в плане терапии второй и третьей лени тоже достаточно негативный. Да, мы получаем много ответов. Можно получить 70-80% ответов. Мы тоже их получаем. Но медиана ответа, если мы используем терапию РИСТ, здесь несколько селектированная группа, она примерно 8 месяцев. Через 8 месяцев пациенты будут прогрессировать. То есть получается, что мы используем такую достаточно интенсивную методику палиативной терапии, которая может быть как палиативной терапией, не так уж адекватна. Уж лучше используем трономную терапию. Можно ли как-то этот ответ закрепить? Вот мы получили 80% ответов. Можно ли взять этот ответ и удержать? Аутотрансплантация. Традиционная консолидация. Это слайд, который я уже показывал на последней конференции НОНГО. Очень важные для нас результаты, потому что мы придерживаемся тоже тактики, что если пациент не достигает полного ответа перед аутотрансплантацией, мы стараемся дать какую-то дополнительную терапию. Обычно это два блока. Мы используем не ТВД, мы используем менее интенсивную терапию. То есть это риндокан, тимодал. Либо топотокан с циклофосфаном. У нас не очень большой опыт, но мы не увидели большой разницы по интенсивности терапии. И мы получаем хорошие ответы. Если раньше, у нас все получалось очень пессимистично. То есть картина была следующая. Получили мы ответ, не получили мы ответ. Эти пациенты получают дальше трансплантацию и все это сотивируют. В течение времени, когда мы набрали небольшую когорту пациентов, все-таки мы видим, что те, кто ответил, у них есть шанс выжить после аутотрансплантации в дальнейшем, неразвить рецидив. И все-таки есть какая-то разница между пациентами, которые развили полный ответ, получили полный ответ, достигли его, и пациентами, которые достигли только частичного ответа. Пациенты с стабилизацией, их прогнозы, естественно, крайне неблагоприятные. Аутотрансплантация при рецидиве. Во-первых, рецидивы бывают очень разные. И рецидивы бывают столь же разные, сколько бывают разные первичные нейробластомы. Все пациенты, даже пациенты сходно низкого риска, развивают рецидивы. И рецидив очень сильно зависит от исходных характеристик. И основная проблема, с которой приходится ими делать, это рецидивы диссиминированные. Это рецидивы у пациентов, которые уже получали аутотрансплантацию. То есть крайне неблагоприятная ситуация. И в этом случае мы видим, что по каким-то транспективным данным ситуация крайне плохая. И мы в нашем крайне скромном опыте не получили даже тех 5% в той маленькой группе пациентов, которая здесь описана. Привлекательная концепция дать какую-то иммунотерапию после аутотрансплантации. Здесь, к сожалению, у нас практически нет собственного опыта. И очень интересно будет послушать один из следующих докладов с опытом неонкологии. Но есть надежда, что все-таки от трансплантации плюс иммунотерапии динтоксибам могут получить преимущество, особенно пациенты с неблагоприятными факторами, с резистентностью. То есть это те пациенты, которые выиграют наиболее сильно. Иммунотерапия как привлекательный метод обойти химиорезитетность каким-то образом. В нашей клинике, учитывая, что это клиника трансплантации, традиционно использовался подход, связанный с логенной трансплантацией. И то, чего мы достигли, близко к тому, что достигли наши немецкие коллеги при исходном подходе. То есть это какие-то 15, 18, 19% долгосрочной выживаемости. И если посмотреть, что это за пациенты, у которых мы видим длительный ответ, то все-таки, во-первых, это пациенты с достаточно хорошим статусом перед трансплантацией. Что важно, мы не видели в принципе никаких длительных ответов у пациентов, у которых было поражение костного мозга. Трансплантация – хороший метод при ликозе. Но при поражении костного мозга, нейробостома почему-то она не работает вообще никак. И пациенты, которые получали, развили длительные ответы. У нас есть очень длительные ответы. Уже 8 лет с момента трансплантации. Эти пациенты получали какую-то иммунотерапию. То есть мы дали один метод иммунотерапии, аллогенную трансплантацию, и попытались его усиливать с какими-то другими методами, чтобы пойти в дальнейшем химиорезистентность. То, что мы давали после трансплантации. Химиотерапия, таргетная терапия. Скорее, палеотивная мера. Позволяет потянуть время, но не решает проблему целиком. НК клетки. У нас небольшой опыт. И небольшой он в силу того, что это дорого, это сложно, стандартизуемо и не всегда предсказуемо в плане своей эффективности. По крайней мере, в том виде, как мы их использовали. Вероятно, если бы у нас была возможность секс-вива и инспансия, это было бы более эффективно, но, к сожалению, такой возможности у нас не было. Поэтому, опять-таки, привлекательную опцию иммунотерапии будут какие-то моноклональные отец тела. И нам бы очень хотелось, надеюсь, мы когда-нибудь это сделаем, провести опыт тюбинской группы и превратить 20% без дополнительной поддержки терапии в почти 40% с терапией дентоксимабом. Но пока у нас этого так, опять-таки, нет. У нас есть только один пациент, который получил дентоксимаб, получил всего два введения. Так что опыт крайне ограниченный. Но что у нас есть? И вот чем я хотел бы с вами сегодня основным поделиться. Ингибиторы иммуноконтрольных точек. Огромный хит возрослой онкологии. Огромное количество работ. Огромное количество исследований. Но в силу определенных особенностей детей, мало исследований в детской онкологии, то, что мы знаем, препараты, которые неэффективны пациентам субхолименцинэс. Единичные клинические случаи с очень хорошим ответом. Причем не очень понятно, от чего этот ответ зависит. И я просмотрел доступные источники. Я нашел данные только двух пациентов с нейробластомой в литературе, которые получали ингибиторы иммуноконтрольных точек. Хотя есть определенные предпосылки. Нейробластома не очень значительно, но экспрессирует леганда Педиван. И более того, есть определенная группа пациентов, в которых эта концепция выглядит привлекательной. Это пациенты с взрослым вариантом нейробластома, которые другие биологические, у которых другие мутации, и у которых есть костные данные от группы иммуно-слойл-кеттеринг, о возможной эффективности иммунотерапии. И, собственно, вот наш опыт. Пока небольшой. Восемь пациентов. Пациенты сильно предлечены. В принципе, везде это используется в рамках пилотного исследования, как терапия спасения, слэш-терапия отчаяния. И что можно по этим очень предварительным данным сказать? Совершенно бесполезно преиспользоваться пациентом, который начинает прогрессировать активно. Ну, что следовало ожидать? В этом случае терапия отчаяния оказывается не более, чем терапия отчаяния. Но у нас есть некоторые длительные ответы. То есть из-за вот этих вот восьми пациентов у нас есть два длительных ответа. Один ответ, который, возможно, будет длительным. И я бы хотел остановиться чуть подробно на этих двух случаях. В каких случаях мы получили какой-то эффект? Первое. Пациентка взрослая с агрессивным локальным ростом опухоли, которая получила несколько линий химиотерапии, которая абсолютно не ответила на эту химиотерапию, которая получила хирургическое лечение, и опухоль очень быстро выросла обратно в период восстановления после операции, которая получила в качестве терапии, опять-таки спасения с лошадчаяния, аллогенную трансплантацию и неожиданно ответила. Впервые, когда был какой-то значимый ответ, это после аллогенной трансплантации. В этом случае это был первый наш опыт применения макулональных антител. Мы пытались дать динтоксимаб. К сожалению, было только два введения с опять каким-то пограничным эффектом. Поэтому далее, учитывая, что пациентка хорошо восстановилась, не было данных за РТПХ, мы рискнули дать неволумаб. И мы ее наблюдаем давно. То есть пациентка трансплантирована уже в конце 2016 года. И у нее сохраняется опухоль. У нее сохраняется большая опухоль. Периодически эта опухоль демонстрирует расставительную динамику. Но после введения неволумаба эта опухоль демонстрирует положительную динамику. То есть, опять-таки, скорее всего, мы пациентку не вылечили. Но вот это вот какое-то комбинированное иммуновоздействие, аллоген, трансплантация плюс неволумаб, играет роль. По крайней мере, мы обеспечили достаточно длительный ответ и хорошее качество жизни. Хотя мы не надеемся на то, что этот ответ будет стоянным. Вторая пациентка, также пациентка взрослая, на момент заболевания старше 18 лет, 19 лет, лечилась по правилам подхода к взрослому пациенту с попытками радикальной резекции, с несколькими линиями химиотерапии. Опять-таки, в нашей клинике это была радикальная резекция опухоли плюс химиотерапия второй линии, плюс аутотрансплантация с очень быстрым развитием локального рецидива. Единственное, на что пациентка хорошо отвечала относительно системных методов воздействия, было иммобиджиотерапия. В какой-то момент после очередного рецидива, когда хирургическое лечение дальнейшее было невозможно, вследствие значительного числа операций, была проведена лучевая терапия и была начата терапия неволумабом. И что интересно, при достаточно большой остаточной опухоли, после большого числа введения, после длительной терапии неволумабом, мы получили вначале хороший частичный ответ, потом полный ответ. По данным стандиграфии самобиджи, по данным ПЭД, то есть сохраняется большая остаточная опухоли, метаболически неактивно. Такой ответ сохраняется в течение 8 месяцев. И встает вопрос, у какого пациента мы можем надеяться достичь какого-то эффекта на терапии ингибитором иммуноконтрольных точек? У пациента, который мы добились максимального ответа, благодаря нашим коллегам из центра, имени Димы Грогачева, есть молекулярные данные. Что по нему можно сказать? С одной стороны, здесь много мутаций. Здесь показана только мутация, которая явно обладает клиническим значением, или, возможно, клиническим значением. И второе. Эта мутация не характерна для нейробластома. Наверное, плохо виден слайд, но здесь выделены наиболее часть спектра мутаций при нейробластоме. Из относительно характерных мутаций только мутация ТРХ. То есть генетически эта опухоль мало похожа на нейробластома. Это совершенно отдельный вариант. И вот, наверное, именно в таких случаях мы можем надеяться на эффективность ингибиторов иммуноконтрольных точек. К сожалению, встает очень большой вопрос, что в дальнейшем случиться с этой пациенткой. На основании нашего опыта со взрослыми пациентами, к сожалению, мы не ожидаем пожизненного эффекта. Поэтому все равно проблема не решена, нужно бы что-то думать дальше. И, опять-таки, определенная надежда есть на комбинированные подходы к иммунотерапии. Возможно, если у нас будет доступ к иммуноконтрольным телам плюс к каким-то дополнительным источникам воздействия, мы сможем добиться большего эффекта. То есть все наши подходы, как аллоген, трансплантация, динотоксимаб, невломаб, можно комбинировать. И, возможно, когда-нибудь в будущем у этой неблагоприятной категории пациентов мы сможем чего-то добиться. Выводы. Все равно, что бы мы ни делали, в данный момент прогноз у этих пациентов неблагоприятен. Реальность, наверное, в районе 7% пациентов, которым мы можем как-то помочь, добиться какого-то длительного ответа. Хотя все равно интересно было бы знать результаты биологических исследований, чтобы понять, от чего этот ответ зависит. Химиотерапия. Позволяет добиться многого, но все равно эта ремиссия требует консолидации. И в рамках консолидации мы уже можем пытаться надеяться на иммунотерапии, пытаться изобрести какие-то методы. Я бы хотел поблагодарить всю команду, которая работает в нашем центре с этими сложными больными. И поблагодарить вас за внимание. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok